Всем привет, дорогие зрители! Меня зовут Настя, и я рада приветствовать вас в своем новом шопинг-влоге из КОЗ. Знаю, на моем канале достаточно длительное время не было подобных видео, это всегда был какой-то лайв-контент, но вот наконец-то с наступлением такой глубокой осени у меня появилось желание снимать осенние коллекции, и, конечно же, мы с вами в первую очередь отправились в КОЗ. У нас летние коллекции мне по какой-то причине, наверное, потому что мне не нравится вот вся эта эстетика летняя, вайп. Не хотелось снимать, не хотелось опозревать, показывать, мерить эту одежду. Не могу сказать, что я очень много каких-то летних вещей в этом году себе приобрела, потому что, ну вот, просто как-то не мое. Я ждала, когда похолодает, когда уже начнут опадать листья, начнется такая настоящая осень, потому что я обожаю свитеры, верхнюю одежду, все вот эти серые, бургундии, темно-зеленые, темно-коричневые тона. Мне от этого хорошо, и у меня действительно вот вдохновение просыпается. Ладно, мы уже сильно затянули, но прежде чем мы перейдем к основной части, я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите это видео, за то, что вы подписаны на мой канал. Если вдруг нет, то, думаю, самое время это исправить. За то, что ставите лайки моим видео, пишите комментарии, для меня это очень важно, приятно и ценно. И, как обычно, не будем затягивать, поехали! Хочу начать сегодняшнее видео с обзора вот этой вот сумки, нашумевшей. Я могу сказать, что это просто везение, потому что я увидела ее вживую, уже второй раз на самом деле, но первый раз ее забрали, так сказать, прямо передо мной, а сейчас мы с вами ее можем примерить и посмотреть, как она будет смотреться, допустим, на плече. Первый раз, когда я ее смотрела, я была в таком большом пальто, баженое, если помните, мое огромное черное пальто, и на плечо, в том пальто она не налезла. Но вот сейчас на косовское пальтишко вообще прекрасно налезло на плечо, отлично смотрится. Не могу сказать, что тяжелое, но и не самое легкое. Мне очень нравится, как она выглядит. А что вы скажете? Как вам вообще эти сумки? И как вам концепция того, что сейчас все бренды делают похожие сумки на Zero, на Margo? Мне кажется, в этом нет ничего такого плохого, потому что все-таки сумка Margo стала очень популярной, ну и ее цена растет просто ежедневно. Мне кажется, она уже скоро достигнет цены на сумки Chanel. Красивая. Из интересного вот такого вот коричневого пальта. Мне кажется, она уже достаточно длительное время в коллекции. Можете заметить, что у него опущенные плечи, и она сама по себе имеет такую закругленную форму. Еще одно пальто. Мне уже не нравится, как оно выглядит здесь на рейле. Как там мято, и я не сильно понимаю, зачем здесь пуговицы, если здесь у нас есть ремень. Как-то выглядит несуразно немножко. Мои любимейшие лонгсливы просто. Я их обожаю. Мне очень нравится, что у них есть такой разрез для большого пальца. Как по мне, это удобно. Уже такая новогодняя коллекция. Тоже у нас здесь Рождество вовсю. Я не сильно в восторге от того, что в Европе все это начинает продаваться и украшаться сильно рано. Но для меня еще рано. Вот я человек осенью, я хочу пропитаться осенью на 100%. Поэтому я пока что такие вещи обхожу стороной. Кашемировать такой джемпер в новом цвете. В персиковом. В персиковом цвете. Сколько у нас стоит сейчас такой джемпер? Посмотрим. 72 тысячи форентов. И мне очень нравится вот этот вот кашемировый свитер. Это не бургундия. Он прям такой сливовый. Очень нежный. Качество невероятно приятное. Мягенькое. Только посмотрите. Вот поближе, как вам покажу. Пусть и шикарное. Хочу его примерить. Я давно не была в КОС. У меня не было вдохновения снимать шопинг-влоги. Совершенно никакого. И не только КОС вообще ни в каких брендах. И вот, к удивлению, появилось. Смотрите. Еще одно пальтишко. Мы, конечно же, с вами все это померяем. Но я бы хотела еще заехать в другой магазин, в другой КОС. И, возможно, поснимать что-то там. Может, там чуть-чуть будет отличаться ассортимент. Еще хотела сказать по поводу таких лонгсливов с открытыми плечами. У меня есть подобного типа кофта. И скажу вам, это неудобно. Это удобно, если вы сверху ничего не надеваете. Но так как это шерстяной лонгслив, он предполагает то, что будет прохладно на улице. Поэтому вы его надеваете. Но как бы у вас открытые плечи. Но я думаю, что я вам рассказываю, вы и сами все понимаете. А когда вы надеваете поверх такой вещи какую-то верхнюю одежду, оно все скручивается, затягивается. И это все супер неудобно. Поэтому я такую свою кофту носила буквально один раз. Перчатки. Я помню, много раз в комментариях спрашивали про перчатки. И писали, что их не снимаю никогда. Смотрите, внутри, если я ничего не путаю, они идут из кашемира. Снаружи кожа. Перчатки хорошие. Я уверена, будут греть. Потому что я не люблю кожаные перчатки, которые сделаны чистой из кожи. И внутри нет никакой прослойки. Здесь же она имеется. Поэтому, думаю, хорошее капиталовложение. В таком новом цвете, сливовом, таком же, как и свитер, шарф у нас идет. Такие вот украшения. Мне не нравится форма. Я, конечно, люблю, когда все более лаконично. Но не всегда же на минимализме выезжать. Но это как будто бы не тот случай. Вот Массимо Дутти делали подобные украшения какими-то более изящными. Мне нравилось больше. Ну что за белейшие носки. С чего они у нас? Они у нас шерстяные. 30% шерсть. Очень красивый цвет. Еще хочу вам показать. Вот такой вот свитер. Он как будто бы... Да, он вязан двумя нитями. Двух разных цветов. И даже не знаю, как эта техника называется. Он снаружи розовый, а внутри как будто бы вот такого вот бежевого оттенка. Ну, выглядит очень так странно. Я такое не сильно люблю. Признаюсь вам честно. Вот еще один пример этих свитеров. Кофт с открытым верхом. Они очень популярны. Они невероятно красиво смотрятся в жизни. Но лично мне, опять же, говорю только за себя. Носить их не супер комфортно. Хотя я бы примерила в черном цвете. Мне кажется, выглядеть будет очень красиво. Еще одна сумка из новых. Тоже замш. Маленький такой размер. Вот она вряд ли налезет на плечо с верхней одеждой. Но у нее такой цвет красивый, что я бы, наверное, носила ее в какие-то более теплые летние деньки. Представляете, мне только что написала моя прекрасная камера, что она заполнена. Это довольно-таки странно, потому что перед тем, как снимать влог, я ее полностью почистила. Поэтому сейчас поеду домой разбираться, что у меня с камерой. И продолжу через пару часиков. Ну что, мои дорогие, я вернулась в Кос после того, как съездила домой отформатировать карту. Потому что памяти почему-то не было. Но вернулась я не одна, а со своей новой сумкой. Я ее все-таки купила. Подумала, когда еще, как не сейчас. Пока она еще актуальная. Пока она еще всех не задолбала. Вот. Поэтому, да, сейчас будем смотреть какие-то образы, вещи. И начнем, на самом деле, с Кашемира. Точнее, начнем уже второй раз. Потому что первый раз мы с вами не закончили. Я все так же остаюсь в восторге от этих укороченных пальто. Мне не очень нравится. Но, как я сказала ранее, мне в таком супер холодно. Поэтому даже не смотрю в эту сторону. Еще обратила внимание на вот этот вот лонгслив. Прекрасный. Ну, полоску я очень редко ношу. Просто невероятно редко. А в таких вещах в поле мне не нравится, что когда нет пуговицы. То есть, если бы была пуговица, было бы как-то более собрано. И я бы точно это померила. А так, не знаю. Такое не очень люблю. Пройдемся еще немного по аксессуарам. Также это тот платок, о котором я вам говорила секунду назад. Вот в черном цвете. Стоит немного дороже. Или дешевле, или дороже. В общем, около 100 евро. Красота. Мне нравится. И также мне очень нравятся вот такие сумки. Появились в маленьком размере леопардовые. Смотрите, какая милота. В прошлом году были сумки в пайетках в зеленом цвете, в темно-зеленом. И я на них долго засматривалась. Но, конечно, не взяла, потому что это все-таки клатч, а не сумка с ручками привычная. Не знаю, как носить клатчи. Для меня это супер неудобно. Но в этот раз вот такая вот темно-коричневая тоже красивая. И в предыдущем косе я встретила такую сумку в серебряном цвете. Посмотрите на эту конструкцию. К вашему вниманию кос и его необычные задумки. Стоит такая малышка тоже около 100 евро. Вот шла и наткнулась на такое пальто с не совсем обработанным краем. Интересно, наверное, его все-таки примерить даже. Двубортное, длинное, прямое. Да, наверное, попробуем. Также, что мне было всегда интересно, примерить на себе. Но никогда не была в этом уверена. Что, мои дорогие, мы с вами попали в примерочную. Но мы с вами здесь ненадолго. Потому что в кос, как обычно, в том кос, в котором я сейчас нахожусь, ремонт в мужских примерочных или в женских. В женских, наверное, мы сейчас с вами в мужской. И за мной очередь. Поэтому я здесь, ну, минут на пять постараюсь показать все вам быстро. Я предлагаю начать с такого шикарного кашемирового свитера сливого. На мне размер М. И, как видите, он не такой уж и длинный. Я бы, наверное, даже взяла Эльку для того, чтобы он казался еще длиннее. Ну, не казался, а был длиннее. И вот если его с высокой талией как-то совмещать. Кстати, джинсы на меня тоже кос. И это, на удивление, высокая талия. Смотрите. Я так была рада, когда нашла их. Но они на мой рост очень уж короткие. Поэтому носить я их буду исключительно с ботинками. Вот так выглядит свитер. Мне кажется, очень-очень хороший. Качество, конечно, нежнейшее. Невероятное. Далее шикарное пальто. На мне размер L. Оно достаточно такое объемное. Думаю, М сидела бы тоже хорошо. Но вот по длине рукава мне нравится, вот как сидит Элька. Можете заметить, что сзади еще тоже есть объем. В общем, оно такое широкое. Классно. То, что оно идет вместе сразу с шарфом. Это очень удобно. Оно идет у нас на пуговицу. И вот с такими вот карманами. Все выглядит чудесно. Но оно не супер теплое. В нем, понятное дело, нет никакого утепления. Но вообще под него можно какой-то теплый свитер кашемировый, шерстяной. Либо даже какую-то такую мини-курточку. Вот знаете, как в Uniqlo продаются. Тонкие под пальто. Было бы отлично. Большая вставочка на правах саморекламы. Я хочу напомнить вам о том, что у меня есть мой телеграм-канал. Ссылка на который будет в описании к видео. Там я появляюсь буквально каждый день. Делюсь с вами новинками из мира моды, из сферы бьюти. Но чаще всего новостями из своей жизни. Так что обязательно переходите по ссылкам в описании к видео. Девочки освободились, я осталась одна. Показываю вам вот такой вот кардиган. Он, конечно, невероятно теплый. Сойдет за куртку. Но я его надела на свой шерстяной лонгслив. А он, я бы не сказала сетчатый, но он, знаете, пропускает. Вот если есть какие-то колючечки, он будет их пропускать. И вот поверх шерстяного топа очень колется этот кардиган. То есть на голое тело будет 100% колоться, если надеть его на футболку. На что-то подобное. Поэтому надевать нужно на что-то такое более-менее плотное. Но вообще выглядит, мне нравится в этом сезоне подобные такие смешанные вещи. Вот еще в массе Мадуте есть похожий серый. С золотыми пуговицами очень красивый. Мне стало интересно посмотреть, что здесь по составу. По составу тут 30% полиамида. Потом дальше идет полиэстер, эластан и шерсть. Но шерсти меньше всего в составе. Ну да, такой пушистый. Также у нас есть вот такой вот свитер. Он такой, я бы сказала, уже супер зимний, шерстяной. Но я не понимаю, если честно не помню, это из старой коллекции или из новой. Мне все-таки кажется почему-то, что из старой, если я ничего не путаю, он такой же, видите, прям подзакошлачный немножко. И представляю, что с ним будут в носке. Но дизайн мне такой нравится. Это такой козий муд, уютненько, красивенько. Но не знаю. Вот какой-то он уже не очень как будто бы. Этот свитер точно помню с прошлого года. Еще такой был ярко-красный. Сейчас вот такой молочный остался. У меня размер М. Состав шерсть стоит сколько? Около 100 евро стоит, да. Ну вот он мне нравится. Я хочу его сейчас померить, знаете, с чем? С вот этой пушистой курточкой. Такой вот, с таким барашком. Посмотрите, какой теплый, уютный Total Koss Look я собрала. Мне очень нравится, как это смотрится все вместе. Да, даже с сумкой. Вот, такая красивая курточка. Приятная, главное, на ощупь. И шикарно сочетается с свитером, с горловиной. На мне курточка размер М. Все, вообще все, что я беру, показываю вам. Это размер М. За исключением редкими, если нет других размеров. Вещь на 100% из полиэстера. Вот такая вот она внутри. Ну, стоит примерно 150 евро. Лучше проверяйте цены на сайте, конечно. Я в восторге от всех этих свитеров, которые идут с открытыми плечами. Уже говорила вам, что это максимально неудобно и непрактично. Но выглядит очень красиво, просто. Посмотрите. Вроде бы все действительно очень просто, но как-то нарядно. Если дополнить каким-то аксессуарами, то еще вот этот вот черный цвет будет классно. Выглядит на контрасте. Может, с каким-то золотым украшением на шее. Если добавить много колец, я бы ее купила, если бы придумала, куда ее носить. Вот так вот вообще все хорошо смотрится. Мне нравится. На мне размер М. И вот в размере М она на меня такая, знаете, свободненькая. Может быть, даже можно было взять С, но в рукаве мне очень подходит. Вот этому свитеру ставлю лайк огромный. Очень красиво. Пожалуйста, обратите внимание на украшение. Это вы уже видели. Но еще появилось вот такое вот колье. Оно незаконченное, не закрывается. И также есть еще вот такие вот блестящие украшения. Вот такое вот кольцо двойное. Но сверкает очень сильно. И такие серьги. То есть коз к празднику готовы. А вот и классика. Ваши любимые кашемировые свитеры. Этот я взяла в размере С, потому что мне показалось, что размер М будет даже каким-то большим. И, кстати, не зря. Смотрите. И так же я обнаружила очень классный кардиган серый на змейке, но, к сожалению, он был только в XS размере. Только в XS, представляете? Поэтому вот я его могу вам так показать. Конечно, SKM-ка была бы лучше. У него очень крутое качество. Он плотный, шерстяной. У него хорошая змейка. Молния. Так что, да, классный. И у него есть капюшон. Ну, опять же, из-за размера тяжело понять что-то. Посмотрите на эти сережки. Они немного отличаются от тех, которые у меня. У них такая мягкая застежка. Вот такие вот цепные браслеты. Из интересного мне понравились серьги-капли. Они такие гвоздиками идут. Очень красивые. Знаете, я уже решила верхнюю одежду из тех, которые осталось, из той, которая осталась, померить вот так вот снаружи, потому что здесь нет никого, а там большая очередь. Не хочется никого задерживать и саму не хочется стоять в очереди. Так вот. Такое вот классное серое пальто. Такое же, как у меня. Это размер М. Все классно. Но, знаете, когда верхняя одежда вот так вот режет образ, то есть нужно быть либо total gray, либо я даже не знаю. Но сама вещь очень приятная, очень красивая. Мне кажется, знаете, вот классно даже с этой сумкой смотреться. Да, мне не кажется. Но, к сожалению, как будто бы нужно, чтобы оно было короче, и тогда это будет смотреться не так контрастно. То есть на контрасте. Вот что вы думаете по этому поводу? Нормально вот так вот с total black? Такое серое пальто. Так по мне нужен какой-то низ, все-таки серый, либо, возможно, какая-то юбка, мини-юбка, чтобы не выходила широкая штанина, либо чтобы не вылазили брюки. Вот что-то как будто бы не так. Дорогие мои, я вернулась на следующий день в другой класс для того, чтобы показать вам этот образ, который я смела не показать вам вчера. Хочу начать с этого жакета. Просто с невероятного жакета. Я бы сказала, это уже такая праздничная коллекция. Я вам сейчас его отдельно покажу на плечиках, но хочу начать с себя. Это жакет без пуговиц. Он никак не застегивается. У него идут два кармана. Один карман сверху, извиняюсь, и два кармана снизу. И вот такая вот шарф-вуаль. Он очень красивый, такой прозрачный. Я его повязала вокруг шеи. Он длинный. Он крепится к спинке. И также снизу у этого жакета есть такая же вставочка, как этот шарф. И к этому жакету идут вот такие вот брюки. Они полупрозрачные. То есть они из такого же материала, как вот эта вот подкладка и как сам шарф. На мне брюки в 38 размере. И да, на мой рост, можете заметить, они не сильно длинные. Конечно, если вы на пару сантиметров ниже, будет смотреться более целостно. Но сам костюм... Я просто не могла вам его не показать. Вот именно так, как он должен выглядеть. Именно с открытой грудью. Можно вообще с открытой грудью. Я бы выносила с каким-нибудь топом. Просто с топом, с майкой какой-нибудь. Он очень мне нравится. Посмотрите, какое роскошиство. Вот обратите внимание на то, что брюки, они, как бы вам показать, они действительно просто полупрозрачные. То есть к ним обязательно какой-нибудь такой верх заметный. Ну и, конечно же, этот жакет. Качество просто шикарное. Внутри есть такой карман. Все очень аккуратно прошито. Видите, у него нет никаких пуговиц. И вот так вот сзади крепится на пуговку. Этот чудесный шарф. Также хочу вам показать вот такой вот костюм. Шерстяной. На мне вверх в размере M. А низ, к сожалению, в размере S. Потому что мы все разобрали. Никаких размеров больше не осталось. Не осталось только S и XS. Ну, кстати, мне даже нравится, как это смотрится с лоферами, на удивление. Очень классный, качественный костюм. Вот чтобы утеплиться, просто невероятный. И такой, как будто бы простой, расслабленный. Но, знаете, если добавлять какие-то кожные детали, какую-то кожаную черную сумку, сразу так приобретает совершенно другой вид. Качество шикарное. Такой плотный. Я такое люблю. Хочу еще сказать, что штаны идут на резинке. Вот так вот выглядят. Ну, кстати, S на мне неплохо сидит. Мне даже нравится их длина. Просто не могу остановиться и закончить этот влог. Посмотрите, какой роскошный. Шерстяной кардиган в таком песочном цвете я нашла. Качество, ну, не хватит слов, чтобы описать. Очень плотный. Очень такой структурный. Он именно вот стоит, как будто бы. Очень нравится. Вот эта вот форма, эти рукава. Но надо рассчитывать, что если у вас какая-то узкая верхняя одежда, то не тот случай. Но если у вас такое какое-то расслабленное пальтишко, ну, просто будет шикарно смотреться. Мне очень нравится. Красивый. На вне Мочка. Все стараюсь мерить в размере М. Так что, если что, все вверхам М. посмотрите, какой огромный размер сумки через плечо появился. Помните, это такие маленькие? Ну, а что я вам говорю, помните? Вот такие вот сумки. А есть сейчас вот такой огромный. Ну, интересно. Мне кажется, это можно, знаете, как унисекс использовать вообще на подарок мужчине своему. Так что, да, интересно. Также, посмотрите, появились такие клатчи в змеином цвете. Но не то, чтобы клатчи. Тут есть вот такой вот ремешок тоненький. Очень легкий, почти ничего не весит. Огромное вам спасибо за то, что вы досмотрели этот влог до конца. Обязательно пишите в комментариях, какой образ, вещь или аксессуар вам понравились больше всего. Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали по какой-то причине. Увидимся в новом влоге. До скорых встреч. Пока!